Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал Футбол, это жизнь, и мы продолжаем нашу карьеру за Дортмундскую Барусию. Перед началом этого видеоролика хотел бы вам напомнить о том, что у меня есть второй канал, игровой канал RNT. Ссылочка на него в описании под этим видео, поэтому переходите, подписывайтесь, кому интересны игровые прохождения или летсплеи на ютубе, буду рад вас всех там увидеть. Ну что же, посмотрим, какое у нас сегодня расписание. Мы будем сегодня отыгрывать полностью весь декабрь месяц. У нас выездная игра в Кубке Германии против АУЕ, или как так они там называются, я даже не знаю, где-то посмотреть, календарь недели, ладно, потом уже там посмотрим. Дальше у нас домашняя игра против Баварии в чемпионате, выездная против Аякса в Лиге Чемпионов, и мы уже узнаем нашего соперника по плей-офф Лиге Чемпионов, если, конечно, выйдем туда. Вот, выездная игра против Бокхума, домашняя против, тоже вот эта вот, Фюрф, вроде так она называется, команда, и выездная игра против Герты. Так что матчей сегодня у нас много, присаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Да, вот, АУЕ, Эрзебирге, как-то так, Эрзебирге, да, называется команда. Мы будем играть вторым составом, все-таки это кубок, почему бы и нет, поехали. Ну что же, Эрзебирге, АУЕ, принимает Баруси Дортмунд в третьем раунде Кубка Германии, мы играем вторым составом, давайте начинать. И Ренье, очень хорошая передача на Колу Муани, но здесь только забивать, отлично! Первый такой опасный, мощный момент был у Колу Муани, и он забивает. Дальний пас, Шульц с мячом, через Ренье, тут на Бранта, и неплохо, и можно и на Бранта. Бранта отдавать, и в касание, и это уже 2-0. Вот так вот, все быстренько, аккуратненько, еще и наш капитан забивает. Счет нас не может не устраивать, Брант, неплохо, и на Ренье сразу вперед, на совладение 62%. И подача такая, и Брант забивает дубль. Буквально две минутки прошло после предыдущего забитого мяча. Здесь он, во-первых, и отдал пас на Ренье сначала. Ренье повладел мячом на фланге, зашел в штрафную, и шикарно навесил. Я думал, на Колу Муани все-таки пойдет этот навес. В итоге Брант очень хорошо подстроился под этот мяч. Ну, мне кажется, здесь уже как-то вратарь не смог отбить. Но все равно запрессинговали еще и вратаря, поэтому он решил так неубедительно вынести мяч. Колу Муани с мячом в итоге, и, может быть, пробьет. Да, и сравнивается Колу Муани с Брантом сейчас у обоих игроков по дублю сегодня. И мы пропускаем. В итоге просто первый удар у Ауе, к примеру, говорю сейчас вот такой вот момент, и Бюрки пропускает. Но они даже не наиграли на этот гол, если честно. Колу Муани, замечательно, Ренье. Ну, и можно было на Брант. А давайте вот здесь вот Брант может выйти 1 на 1, забить хэтрик. И он забивает еще и Рабоны. Ну, шикарно, это уже полностью унижение пошло соперника. 5-1 счет. Супер. Ренье, выход 1 на 1, и можно тоже забивать, и забивает 6-ой. 6-1. Борусия сегодня куражится. И все, финальный свисток 6-1. Ренье, разгромнейшая победа Борусии в кубке. Брант забирает мяч за 4 удара, у него 3 гола. Ну, и что у нас по XG? Мы наиграли на 7 даже мячей, вот где-то у нас реализация немножко подвела. Вот насчет Ауе говорю, у них, они даже не наиграли на вот этот свой мяч. Ну, кстати, у нас владение какое-то уже низкое под конец стало, 55%, было и 65%, но как-то не получилось удержать под конец. Так, что же по оценкам. Ренье стал игроком матча, гол плюс 3 голевые передачи. Кула Муани забил дубль. Брант 3 забитых мяча. Даут отдал 2 голевые передачи. Ну и Мори стал самым низкорейтинговым игроком у нас, по оценке 6-3 получила. Ну что же, посмотрим наших возможных соперников. Аугсбург дальше прошел, они обыграли Армению, Майнс прошли Хофенхайм, Баруси Мюнхенгладбах по пенальти прошла Шальке, Бавария по пенальти прошла Шантхаузен, Лейпциг по пенальти прошли Бокхум, Фрайбург прошел Хейнхейм и Ливеркузен прошел Фюрф. То есть, такие гранды все-таки все равно остались. Это и Бавария, и Баруси Мюнхенгладбах может у себя что-то показать, и Ливеркузенский Байер, поэтому посмотрим. Ну что же, нам добавили 548 тысяч евро за выход в следующую стадию. Так, я решил многих игроков продать, так что многих снял с аренды и выставил на продажу, но вот Кулебали в принципе доволен этим решением. Рашля мы убрали из аренды и выставили на трансфер, он говорит, что да, все-таки мы решили его продать. И также вот Гюрпуза мы тоже решили продать. Ну что же, сейчас мы играем против Баварии, у нас 2 очка отставания до них, поэтому желательно их обыграть и забрать первое место. И мы будем тогда ввести вроде как в 1 очко. Поэтому пойдемте на пресс-конференцию. Так, начало сезона для вас было не самым удачным, мы сможем исправить ситуацию, скажем. Так, пока что вас никто не смог обыграть, вы рассчитываете и продолжите серию без поражений. Мы непобедимы, и тому есть объяснение. Так, думаете, Бавария нервничает? Я не знаю, если честно, надо меньше думать о сопернике, скажем так, потому что, ну правда. Как Бавария может нервничать, если они сейчас идут на первом месте? Так, что там по лучшему бомбардирую? У них Мюллер, 11 забитых мячей, а у нас Холланд, 8. Но там и Ливандовский, смотрите, и Коман. Стоп-8 бомбардиров Бундеслиги, 3 игрока из Баварии. Ну что же, Дерклассикер, нам уже написали Барусия против Баварии. Мы заряжены, поехали. Ну что же, Барусия принимает Баварию, сигнал, иду на парк. Как нам уже и написали Дерклассикер. Поэтому надеемся, что сегодня у нас получится забрать первое место. Так, Мюнье. Просто вот так вот уже на вынос. Ройс выигрывает вверх. Эмриджан через Малина. Малина на Холланда. И вот здесь прям идеальная позиция. Эрлинг забивает. Вот он наш Холланд. Он открывает счет. 26-я минута. 1-0. А вот это что? Это гол. Это еще вот такой вот обидный гол. Ливандовский еще и забил. Вот в этом противостоянии пока что забивают только вот эти вот два нападающих. Ливандовский и Холланд. Но обидно, потому что Кобель так пропустил Холланд. И Эрлинг Холланд выводит снова вперед Дорнундскую Боруссию. Забивает сегодня дубль. Но здесь очень красиво получилось. И накрутил, и навертел. Если я не ошибаюсь, то это был Клостерман. Сейчас против него. Да, именно он. И очень хороший гол в дальний угол. И все. Финальный свисток. Минимальная победа Боруссии над Баварией. Со счетом 2-1. Дубль Холланда. На один гол Ливандовского мы ответили. Так, по ХГ мы наиграли на три мяча. Но вот Бавария на свой единственный гол-то как раз и наиграла. Что по эффективности игроков у нас? Ну, MVP матч, естественно, забирает Холланд. У него дубль голевой отдавал Малин и Ройс. Самую низкую оценку получил Аканжи. Скорее всего, из-под него как раз вот Ливандовский и забил. Ну что же, у нас шестой тур Лиги Чемпионов. Играем против Аякса. В принципе, у нас все уже решено. Мы точно в плей-офф Лиги Чемпионов. Но еще непонятно, с какого места мы туда выйдем. Нам главное не проиграть Аяксу. Но я сейчас не знаю, будет ли у меня готов. Но вроде, в принципе-то, готов. Первый состав сразу же после матча с Баварией. Дальше у нас такие проходные более-менее матчи в Бундеслиге. Поэтому сыграем сейчас первым составом против Аякса. И пойдем на пресс-конференцию. Так, ваш прошлый матч против клуба Аякса вышел захватывающим. Но вы проиграли 4-2. Мы не будем повторять своих ошибок. Скажем так. Так, минимальная победа над Баварией. Что игроки думают по поводу матча с клубом Аякс. Но нас это никак не влияет. Так, и мы находимся в прекрасной форме. Я не сомневаюсь, что и дальше сможем так же играть. Ну что же, лучший здесь бомбардир Эрлинг Холланд. Он за 5 матчей наколотил 15 голов. То есть это в среднем каждый матч он забивал хэтрик. Поэтому посмотрим, что из себя будет представлять Аякс. У них ни одного бомбардиров, топ-8 бомбардиров Лиги Чемпионов нет. Но у нас Холланд единственный, так сказать, лидер атаки в Лиге Чемпионов. Так что Йохан Кроф Арена, они нас обыграли на сигналу Дуни Парк. Поэтому сейчас мы будем куражиться как хотим на их стадионе. Поехали. Итак, Аякс против Боруссии. Шестой тур Лиги Чемпионов. Для нас этот матч более-менее тоже еще важен, чтобы отомстить за поражение в Германии 4-2. Поэтому посмотрим, что из этого выйдет. Аякс, в принципе, еще может побороться, если обыграет нас. И Спортинг проиграет в Лиге Чемпионов. Тогда да. Тогда там по разнице мячей может быть и выйдет Аякс. Но пока что все складывается в пользу Боруссии. Они на первом месте. Точно уже в плей-офф. Но будут бороться сегодня за первое место. Были, конечно, моменты. Вот тот же пропущенный гол. Но это все-таки Роберт Ливандовский. Против него трудно что-то противопоставить. Тот же Бюрки в Кубке Германии пропустил. А вот и Ройс. И вывел просто на пустые ворота этой передачи Малина. И тот выводит нас вперед. 1-0. Гравенберг. Неплохо. И Дэйвик Лассен забивает и сравнивает еще 20-я минута. Так что два голландца сейчас забили. Малиан выводит Джана. И тот на пустые на Ройса. И это 2-1. Забивают сегодня почему-то абсолютно все. Но только не Эрлинг Холланд. Что-то вот не получается у норвежца сегодня. Ройс через Холланда. Неплохо Холланд разобрался. Но здесь все. Здесь должен забивать сам Эрлинг. И получается еще и между ног. Так вот обидно для Стекленбурга. Издевательски Холланд забивает уже 16-й гол в 6-м матче Лиги Чемпионов для себя. Супер. Эрлинг Холланд. Так еще и развернул. И забивает Дубэль. 4-1. Дорфмунд забил ровно столько же, сколько и Аякс. Ворота Баруси в Германии. Поэтому здесь-то уже точно. Баруси отквиталась. По крайней мере по забитым мячам. Ну и разница. По крайней мере в 3 мяча. В Германии была в 2. Беллингем. И видит Малина. Но почему-то решил на Холланда отдать. В итоге снова пас на Беллингема. Заброс на Малина. А тут еще и Ройс. И это 5-1. Баруси по всем показателям отыграла этот матч лучше, чем Аякс. В предыдущем матче против Баруси. Они забили 5 на выезде. Аякс забил 4. И пропустил клуб из Дортмунда всего лишь 1 мяч на выезде. Аякс пропустил 2 в Германии. Карнер, Ройс. И почти, и почти Эрлинг Холланд. Беллингем. И на Холланда, и тот забивает хэтрик. 90-ая минута. 6-1. Это практически как мы в кубке сыграли против АУЕ. Так же сейчас и в Лиге Чемпионов. Все. Болельщики Аякса, мы видим, плачут на заднем фоне. Они получили ту самую мощь Баруси, которую не видели в Германии. Вот. Баруси это все показала в Голландии. В итоге выходим мы точно с первого места. Еще и вот таким вот разгромным счетом мы хлопнули дверью перед Аяксом. И все. Финальный сысток. Холланд забил 3 мяча. И в среднем у него все так же. 3 гола за игру. 6 матчей. 18 забитых мячей. Было 5 ударов у него сегодня. Но он все-таки смог забить хэтрик. Так. По ИКСЖ мы наиграли на 7 мячей. Аякс наиграл на 3. То есть у нас хорошо Кобель сыграл. Лучшим игроком матча признан Холланд. На втором месте идет Ройс. У него дубль плюс 2 голевые. Малин гол плюс пас. Джан отдал 2 голевые передачи. Кобель кстати тоже. Смотрите в топ 5 игроков. Сколько он там сейвов сделал? 6 баударов. 5 в створ. 4 сейва. И всего лишь один пропустил. Вот. Ну и Биллингем отдал 1 голевую передачу. Хуже всех отыграл Аканжи. 6,5 у него оценка. Так. Ну что же. Нам добавили 27 миллионов 850 тысяч евро. За то что мы вышли в плей-офф Лиги Чемпионов с первого места. Ну и сейчас посмотрим на наших возможных соперников в плей-офф. Вроде как уже все здесь готово. Так. Манчестер Сити. Ливерпуль. Спортинг кстати смогли выйти. Но это и понятно было. Шахтер. Почему бы и нет. На Барселону бы вообще не хотелось. Вильяреал можно было бы. Лиль. И Мальме. Ох. Даже Ювентус не прошел. А Мальме прошли. Вот это да. Поэтому вот смотрите. Мальме. Лиль. Вильяреал. Шахтер. И все. Вот я не хочу ни на Манчестер Сити, ни Ливерпуль. Не Барселону. Вот это вот я не хочу. Но это я не знаю. Жеребевки еще пока что не будет. Поэтому мы еще немножечко подождем. Пока что пусть у меня потренируется первый состав. Так. Ну что же. Может быть сейчас уже нам известно. Сейчас посмотрим. Барселона. Вообще замечательно. Самую... Вот не хотел именно эту команду. В итоге нам еще и Барселона попадается. Ну ничего. Посмотрим что из этого выйдет. Кстати сейчас у нас игра против Бокума. Вот мы естественно будем играть вторым составом. Пойдемте на пресс-конференцию. Итак. Сможете исправить ситуацию опять нам говоря. Давайте скажем конечно. Хотя. Чего исправить мы на первом месте идем. Так. Надо меньше думать о сопернике. Ну и мы в прекрасной форме. Что же. По забитым мячам мы смотрим. Холланд сравнялся с Пепе. Один мяч остается до Мюллера. Поэтому. Ну. Вряд ли он сегодня выйдет. Может быть. Во втором тайме. Но в принципе меня полностью устраивают те игроки. Которые сейчас у меня в старте. Итак. Бокум. Бочум. Кому как угодно. Против Боруссии. Поехали. Итак. 15-й тур. Бундеслига. Бокум принимает Боруссию Дортмунд. Поехали. Ко ламу они. Вперед пошла передача. Бранд на ускорение. Там мы видим забегающего Рынье. И подача на дальнюю. Это 1-0. Боруссия выходит вперед. Очень хорошая. Сейчас атака прошла от гостевой команды. Рынье. На колу му они. И. Но забивать же можно было. Снова не получается. Даут. А может быть с дальней дистанции забивает Даут. Шикарный лонгшот. 20. 49-я прошлая минута. 2-0. Супер. Бранд. Подача на Рынье. И забивает. Уже второй вроде мяч Рынье сегодня забил головой. Вот так вот. 3-0 в итоге. Линия вот так хорошо еще и на колу му они. А там на дальнюю опять Рынье. Но только навес пошел на Дауда. И. Может быть сейчас. Да. Это хэт-трик Рынье. Вы посмотрите как получилось сделать эту комбинацию. И вот он. После того как Рынье стал он сыграть в составе. Он раскрылся. Играет хотя не на своей позиции. Вот. Но это все равно лучше чем Тайкс. И все. Финальный сесток. 4-0. Наконец-то у нас победа в сухую. Рынье. Забивает хэт-трик. За 4 удара. Хорошая статистика. Что же у нас по ХГ. Мы наиграли кстати на 9 мячей. Богом на 1. То есть у нас там были некоторые стопроцентные моменты. Просто реализация подвела. В итоге Рынье стал игроком матча. Три забитых мяча. Даут гол плюс пас. Брандт отдал 2 голевые передачи. Хуже всех отыграл Шульц. Оценка у него 6-8. Так. Нам приходит сообщение. Вакансии по работе со сборными. Испания и Англия. Интересуются нами. Вообще шикарно. Так. Ну и сейчас у нас есть шанс. Там Бавария в ничью сыграла 1-1. Не помню с кем он. Вот как раз в 16 туре. А у нас есть шанс сейчас победить Фюрф. Выйти на чисто первое место. Еще и в 3 очка оторваться. Но будем снова играть вторым составом. Потому что идут они на 12 строчке. Дождь на стадионе. Поехали. Итак. 16 тур. Борусия против Фюрфа. Бундеслига. Мы начинаем. Лучших вратарей сейчас в Бундеслиге. Бранд. Суперская передача на Рынье. И Рынье снова забивает. Он в предыдущем матче у нас 3 забил. И сейчас еще забил. Хорошая передача на Колуму Ани. И снова Рынье. И снова Головой. Точная копия прошлого матча. У него как будто он уже забил 5 мячей. Из 2 последней игры. И не похоже забегание от Соба Слая. И надо забивать. И это 3-0. Наконец-то еще и Соба Слая у нас забивает. Этот парень хоть и играет не на своей позиции. Но редко да метко. Но получается все-таки. Иногда поразить у него ворота соперника. В итоге все. Финальный сесток. Снова у нас победа в сухую. Вторая подряд у Бюрки. 3-0. Обыграем Фюрф. Так, что у нас по XG. Мы наиграли. На 4, кстати, мяча. Фюрф даже на 1 целый не смог. Итак, Рынье. Игрок матча. Забил дубль. Сабаслай. 1 гол. Забил Колуму. Не отдал 2 голевые передачи. Еще и Бранд смог отдать 1 голевую передачу. Обидно. За Загаду. Получил он травму. На 71-й минуте в итоге вышел Вицель. Ну а хуже всех отыграл наш Шульц. 6-4. Оценку он получил. Так. Игрок травмирован. На 3 месяца перелом лодыжки. Загаду. Вот это вот у нас сразу же проблема. Так. Риск потерять игрока. Так. Греция нам предлагает стать главным тренером их сборной. Мы отклоняем. Так. Фомин. А что с Фоминым у нас не так? Контракт заканчивается. Надо переподписать. Так. Панградчич. Так где? А. Вот они все. Вот. Панградчич и Рынье у нас уйдут. Да. Рынье в Реал. Панградчича в Вольсбург. Ну а с остальными давайте переподписывать контракты. Так. За Гаду. Ну я не знаю даже он в ротации. Если я скажу так ему подойдет такая роль. Да. В принципе устраивает. Супер. На 3 года. То есть в принципе на 4. Если так смотреть. Так это мы принимаем. Потому что там еще 7 месяцев. Тут 3 года. Округляем 4 месяца. Получится так. Что по зарплате? Я не знаю сколько ему давать. Давайте 40 тысяч евро. Они в принципе согласны. Сейчас только уберем вот эти вот бонусы и все. Супер. Немножечко на понижение зарплаты даже пошли. Так Фомин. Ну Фомин у нас просто вообще бесплатно как-то в команде оказался. Достался. Рандомно их раскидали. Поэтому сейчас посмотрим что из него в принципе можно сделать. Так. Роль в составе. В ротации. Также ему поставим. Замечательно их устраивает. На 2 года они хотят. Ну давайте в принципе на 2. Почему бы и нет. Сколько хотят. Столько и будем предлагать. Отступные еще хотят. Нет. Вот это пока что нет. А вдруг вы в цене вырастите. Так. Ну и 20 тысяч евро я тоже буду предлагать. Они хотят чуть-чуть побольше. Но это прям там буквально чуть-чуть. Поэтому мы вот так вот. Ну ладно. Ладно. Все равно на 4 тысячи понизили мы им зарплату. Так. Рашель. Ну придется мне с ним продлить. Я не знаю на сезон постараться. Раз пока что предложений по нему не поступает вообще. Перспективный. Пока что оставим такую. На 2 года хотят. Ладно. Тоже давайте без проблем. Так. Без отступных. Ну и зарплата. Что по зарплате. Вот вообще. Насчет него я не знаю. 8 тысяч евро дать ему. Успокоиться. 8300 хочешь. Но все равно это понижение зарплаты. В любом случае. Нам в плюс. Так. И гюрпюс. Гюрпюс у нас остался. Тоже сейчас попробуем. На такие же условия. Вот перспективный конечно же. На 3 года они хотят. Давайте. Так. Без отступных соглашаемся. И зарплата в 2000 евро. Они еще и подписаны. Ну вот этот подписной бонус. Хотя все. В итоге согласились. Со всеми переподписали. Вроде со всеми даже. По стоимости. Зарплаты. Так сказать. Понизили всем. Поэтому. Замечательно. Так. И сейчас у нас выездная игра против Герты. Они идут на 10 строчке. Давайте я уже наконец-то выпущу первый состав. Пусть у меня второй. Отдохнет. Так. И мне надо сейчас решить. проблему с загаду. Я даже не знаю. Ну давайте будем Аканжи выпускать во втором составе. Чтобы он и там и там играл. Потому что парень молодой. Больше практики будет получать ему только в плюс. Поэтому все. Выходим сейчас. Первым составом. Против Герты. Поехали. Итак. Олимпиаштадион. В Берлине мы играем этот матч. Герта против Боруссии. Матч в Бундеслиге. Начинаем. Ройс. Супер. Гюрера. Хорошая передача на Холланда. Как сейчас вот он аккуратненько спиной к вратарю развернулся и пробил. Супер. 12-ая минута. 1-0. Так. Ройс. Неплохо через Малина. Малин сразу же на Холланда отдает. Эрлин Холланд. В обратку на Малина. Тот делает счет 2-0. Гол плюс пас уже у Эрлинга. Холланд выигрывает. А вот и Вицель с левой ноги решил пробить. И Аксель Вицель еще забивает у нас 24-ая минута. Громим Герту уже за первые 25 минут. Это супер. Джан. Хороший заброс на Эрлинга Холланда. Тот так опять разворачивает и с правой ноги уже забивает. Отлично. Финальный свисток. 4-0. Борусия обыграла Берлин. И здесь на Герту. Вот. Поэтому. Третий уже матч у нас подряд. Мы не пропускаем. Это хорошая статистика. Для того, чтобы закончить этот ролик. На 9 мячей мы наиграли. Герта даже на 1 не смогла. Лучшим игроком стал Холланд. У него дубль плюс 2 голевые. Малин забил 1 гол. Вицель. Голевая у Джана. И у Гюррея. Но хуже всех отыграл Аканжо. 6,9 у него оценка. Так. Нам приходит сообщение о том, что у Вулфа отступные выплачены. Порта за 11,5 миллионов решили у нас его купить. Давайте сейчас посмотрим. Ну, в принципе, я его и выставил на трансфер Вулфа. Потому что ему очень долго с правого полузащитника на правого защитника учиться. Вот. Так. Это, наверное, финанс. Сразу посмотреть. То есть мы в плюсе. В любом случае у него рыночная стоимость 8 миллионов. У него купят за 11,5. Поэтому я даже мешать не буду. Так. Обновлен у нас ежемесячный отчет скаута. Ратмен. 91. Финн Краус. 94. Валентин Кун. 94. Рид Сомер. 94. Это сразу до свидания. Тоже до свидания. И Лейс Краус. Так. Переговоры прекращены. Потому что Вулф что-то там не договорился с Порту, скорее всего. Мы-то, в принципе, готовы были владать. Странно, что он не хочет уходить. Так. Ну что же. У нас сейчас начнется период трансферов. А мне уже там понаходили, кстати, скауты. Давным-давно игроков, которых я хотел бы приобрести. Сейчас я вам покажу. Во-первых, я бы хотел, естественно, купить себе нападающего во второй состав. Потому что, ну, у меня 72-й рейтинг. Это самый низкий в команде. Вот. И мне нашли. Секуи кой-то. 22 года. Ему 75-й рейтинг. Но есть и Мирон Боаду. Вот. Он недавно, правда, перешел в Монако. Там полгода буквально назад. Но я бы постарался с ним договориться. Два бы голландца у меня таких было. Это Боаду и Малин. Поэтому давайте попробуем. Так. У него есть отступные. Нет. Давайте начнем переговоры прям лично. Попробуем договориться. Так. Ну, предложим цену. Я даже не знаю, сколько. Давайте 25 миллионов. Так. Они хотят обменять этого Бранта у нас. 25, говорю. То есть он и молодой. Не сильно распиаренный. Там 33 миллиона. Давайте. Я не знаю. Нет. Вот так вот и 30-очку. То есть мне кажется, нам легче сейчас отступные будут у него выплатить. Сколько? Вот я забыл. Сколько у него отступные? 32 миллиона. Сейчас попробуем. Все. За 32 миллиона. Я не знаю, насколько мы дешевле сделали. Сколько у него? 34 600 были отступные. Но нормально. На 2 миллиона подешевле пойдет. Так. Теперь с самим Боаду мы будем разговаривать. Роль в составе. Я не знаю, даже, кстати, в ротации пойдет ему такая роль. Пойдет, кстати, вообще замечательно. 4 года. Супер. Все. Так. Игнорируем отступные зарплаты у него ниже, чем в Монако. Вообще супер. Сейчас, не знаю, может побольше попросить. Нет. Все. 34 500 в неделю у него евро. И все. Мы подписали себе нападающего. Так. Давайте дальше посмотрим. Понимаю, что сейчас уже поздно. Вот это вот все искать надо было раньше. Так. Во-первых. Во-вторых. Во-вторых состав поставим вместа Ренье. Боаду. Он, кстати, даже получше рейтингом, нежели чем Колумуани. Но в любом случае. Поинтереснее так будет смотреться. Так. Дальше. Ну, у нас правый защитник. Морый. 75. Рейтинг. Поэтому нам бы ПЗшника бы сейчас еще найти. Так. А куда у меня все отправлены? Германия. А остальные еще Франция. А эти нигде. Почему так? Это я их, может быть, продавать хотел? Нет. Я не знаю, почему они у меня. Нигде так. Германия, Франция. Давайте. Я даже не знаю, куда еще-то. Голландия. Тоже бы, почему бы и нет. Там сейчас Тиана тут у нас. А вот. В Голландию отправим. Ну и можно в Испанию. Вот так вот. Так. И уберем теперь нападающего. Поставим правого защитника. Также многообещающего. Потому что вдруг кого-нибудь хорошего мы найдем. Так. 27 лет. До 27. Так. Давайте еще две позиции. Правый защитник у нас слабенький. Центральный защитник. Я вот смотрю. И левого защитника. Ну вот тут у нас есть один левый защитник. Вот этот Труферт. Но. Ему 20 лет. И у него рейтинг 75. Так. 20-75. Пойдет он, в принципе, там или нет. 20-75. Шульцу сколько? 28-20-75. То есть может быть и стоит. Давайте вместо Шульца. Шульца тогда мы выставим на трансфер. Вот. Потому что, ну мне кажется, это хорошая была бы сделка. Вот этот вот Труферто нам бы сейчас подписать. Вот. Пониже рейтингом, но помоложе, ребят. Мы берем вот именно этим. Что мы доверяем молодежи. Так. Давайте 12 прям по рыночной стоимости. Он, в принципе, ничего там сильное не должен. Так. Еще мы не ехать. Не-не-не. Это вот нет. Давайте просто все. 12 миллионов и расходимся. Вот здесь вот так вот выставим. Вот так вот так. Они хотят 13. Давайте 13 900 вашего. Вот за каждую копейку будут там сраться. Мы и так готовы все заплатить. Давайте. Посмотрим. И попробуем сейчас еще, получается, кого мы там купить. Правого защитника. Да. И нас, в принципе, это устроит. Вот в это трансферное окно. Так. Он тоже будет в ротации, так сказать. Их это устраивает. Замечательно. 4 года. Им вообще супер. Так. Игнорируем отступные зарплаты. Они хотят, кстати, больше. Вы что, обалдели? Давайте меньше, чем у вас там даже была. 20-ку. А вот здесь вот, может быть, вот здесь вот 300. Подписной бонус. Понял. Давайте еще будем. Давайте 23. И стою 50. 165. Поменьше давайте вам зарплату. Вы что? Ладно, давайте без подписного на 26. Повыше ему на 1000 дали зарплату, но ничего. Кажется, пойдет. Так. Ну и все. Отсюда тогда из второго состава мы убираем Шульца. Ставим нашего Труферта. Так. А, точно, у нас же еще ЦОПник есть. Вот, нам надо было кого-то. У нас Фомин есть. Так что еще одну задачу выставим на ЦОПника. Я его даже как-то так и не увидел. Так. Многообещающий. 16.27. Все, посмотрим. Пока что время-то у нас есть. В принципе, может кого-нибудь сейчас еще нам найдут. Так. А что у нас по сообщениям? Ежемесячный отчет о молодежном составе. Давайте посмотрим. Так. По рейтингу погнали. 66. Есть у нас, кстати, вратарь. Уже. Поэтому мы его сразу в основной состав. И вот этого я на самом деле не знаю, но тоже возьмем. В основной состав. У кого рейтинга 60, сразу забираем. Так. У этих вот убираем. У них уже ниже 90 потенциал. А мы все-таки великий немецкий клуб, поэтому нам вот такие вот ребята не нужны. Так. И что у нас по вратарям? У нас есть Хользель. Есть Кун. Вот Хользеля я бы на трансфер сразу бы выставил, потому что он мне не нужен. Вот Куна я бы в аренду. Потому что он и по возрасту моложе там на год и на 6 единиц рейтинга. То есть я всех обещаю 60 рейтинговых моих рейгенов в команду добавить, но не факт, что вы у меня будете играть, я вас, может быть, сразу на трансфер выставлю. Так. Сообщение. Я рад, что вы решили меня продать. Наше мнение совпадает замечательно. Шульц тоже говорит, что рад, что мы его решили продать замечательно. И Кун, что мы его подписали в команду. Так. Нам приходит сообщение по Хюмельсу. Хотят в Барселону сразу забрать. У нас с вами игра. Вы что, забыли? И вы хотите, чтобы я вам сразу сейчас еще и Хюмельса отдал? Не-не-не. Так. Дело не пойдет. Давайте, раз у нас сейчас уже матч будет на следующий выпуск, посмотрим по игрокам. Вот. Нам много нашли игроков. Так. Этот в аренде. Нет. Нам не нужен этот Тимоти Пембеле. Так. Кабаре тоже. Фрэмпонг. Вот. Интересный вариант. Вагоман. И Джоэли Скайли. Так что, может быть, хороших найдем чисто по возрасту. Даже. Может, они прям там 75 плюс, но уже пойдет. Так. Митиньо какой-то. Мотаться нам не нужен. Так. Да и вот этот тоже не нужен. Какой рейтинг? Нам надо 75 плюс. Она наша. Е-мое. Тут ей вряд ли вообще. Так что. У нас, в принципе, вот пока что нам надо улучшить. Вот. Фомин 73 рейтинг. Нам нужен 75 плюс хотя бы. Морий 75 у него рейтинг. Там еще надо посмотреть. Может быть, я в этот. Мюнье буду продавать. Потому что море вроде как и прокачивается. И молодой такой же. Поэтому, может быть, действительно Мюнье. Давайте Мюнье выставлю на трансер. И кого еще? И Фомина надо бы постараться. Хотя у меня и Вицель. Но Вицель еще тоже. Это прям. Нет. Вот. Фомин. Вряд ли уже что-то из себя даст. Мне надо вот такого же уровня, как Фомин. Рейтинга 73. Но хотя бы возраста. Там 18-19 лет. Поэтому, может быть, что-то получше мы и найдем. Поэтому на этом все, ребят. Всем спасибо большое за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. Ну, с вами был Андрей. И канал Футбол. Это же до новых встреч. Друзья, всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok.